Всем привет! Опять я на этом красивом фоне В синем таком сзади лед бар Арфековский, я уже рассказывал в предыдущем видео Дальше будет еще красивее Ну в смысле, не я, а освещение и фон Дальше, значит, пошли Вопрос планарий Я надеюсь, что этот вопрос касается не акропорных планарий Потому что про акропорных планарий я уже рассказывал Есть видос, смотрите Может как-то, когда будет больше какой-то прям такой революционной информации Я расскажу об этом, а так пока рассказывать не хрен Короче, обычные планарии Вот там народ начинает мучиться, бороться с ними Там кто-то кому-то предъявы кидает Блин, я от тебя принес кораллы А там планарии То мне как-то там, блин, Саня планарий Видео, блять, присылает Обычно эти бегунки, которые туда носятся Там по дну такие шустрые, маленькие Чуть-чуть там их бегает вот эта хрень Или вот эти вот бляхи, которые на коралле сидят Фотосинтетики, чистые фотосинтетики Понятно, да, они почти круглые, такие как чешуины Они могут быть на любой поверхности Но они любят селиться на кораллы Потому что коралл же он сразу под свет себя направил Ну и, собственно, и эти гады сидят на коралле Коралл их не жжет У них там есть, так сказать, иммунитет к этому всему Стрекательному аппарату кораллов То есть и все И они вот закрывают весь коралл своими вот этими вот телами Смотришь, думаешь, что это за фигня Не поймешь, какой-то коричневый, не флюрит коралл Светишь на него фонариком или при синьке И прям так, ну, обычно выключаешь свет, светишь фонариком синим И видно прям такие мутные пятна Ну, то есть не флюрящие Вот это как раз вот эти вот планарии Ну, акропорных тоже так, кстати, вычисляют Они тоже не флюрят И они под цвет коралла прям так это мимикрируют, так сказать Видно только такие какие-то пятна там, покусы Ну, не об этом речь Значит, и дальше Вот эти вот маленькие бегающие планарии Или, например, вот эти фотосинтетики Маленькие бегающие планарии Это вообще не вредная хрень Бегают, да и бегают То есть они не размножаются в большом количестве В нормальных условиях При нормальной биологии И вот эти фотосинтетические то же самое Они не размножаются в нормальных условиях Собственно, о чем и пойдет речь Какие такие надо нормальные условия создать Чтобы эти товарищи у вас не размножались В большом количестве Чуть-чуть есть их там И они практически в каждой системе есть Никуда вы нахрен от этого не денетесь Все равно вы когда-нибудь их туда занесете Потому что если вы покупаете Когда-никогда дикие кораллы То все равно на них приедет эта хрень Поэтому лучше там в коралл и рексе Сразу пополоскать Чтобы они просто отвалились Сразу То есть они делятся Делением размножаются Они, по-моему, ни хрена никаких этих Не откладывают икринок там своих Как вот акропорные планарии И уфилийные планарии Эти именно вот размножаются икринками Кладки делают А эти, по-моему, они вообще там делением Хер иначе Там из одной-две там 4-20 Я думаю, что так Вообще мне похрену в принципе Может и не так Факт тот, что размножение планарий Происходит только в идеальных для них условиях А это повышенный фосфат И много органики То есть если вы слишком перекармливаете Свой аквариум И вдруг занесли туда планарий То, конечно, планарий начнут размножаться Поэтому, что им это в кайф Если вы перекармливаете аквариум И у вас там и так в принципе все плохо Но у вас там нет планарий Значит просто вы их еще туда не занесли То есть если у вас там Короче Проблема с планариями Только тогда, когда в аквариуме плохо То есть в аквариуме плохо Занесли планарий Они начали размножаться В аквариуме плохо Не занесли планарий Они не начали размножаться Но это не значит, что у вас в аквариуме сразу хорошо Потому что вы не видите планарий Ясно, да? То есть надо убрать вот это В аквариуме плохо То есть сделать в аквариуме хорошо Для того, чтобы, блядь У вас всякая муть Вот это не размножалось в бешеных количествах Потому что в море никогда Нет этих планарий Не потому что их там кто-то съел Вы можете посадить там губанов Миллион каких-то там видов Мандаринок, они не будут жрать Они просто некоторых не едят Некоторые едят, некоторые не едят Принципиально, но им нафиг не надо Уничтожают губаны Планарии обычно не поедая их А просто их закапывают Их просто хоронят там в песке Поэтому если у вас песочек есть Посадили туда губана роющего, какой-то закопает Он их нахрен всех в детрит Он их просто там замучает, закошмарит Они просто там умрут Это будет такое кладбище из планарий То есть он им не даст размножаться Он их будет все время гнобить Просто не потому что он их не любит там этих планарий А потому что он просто роет И они там соответственно попадают так сказать В эту мясорубку под раздачу Его жизнедеятельность И он их там закапывает То есть не любят они это дело Они любят когда ее оставили в покое Они так на камешках сидят Никто их не тревожит, не переворачивает И не закапывает под грунт Один большой минус есть у них Это то, что когда они дохнут Их там травят, например, какими-то препаратами То есть ты смотришь, у тебя там уже весь грунт Застелен этими планариями и кораллы То вот эти вот флетвормы всякие Он травит их просто Они дохнут и все То есть если их было много Они сдохнут и выделят токсин И собственно этот токсин отрицательно влияет на кораллы То есть на рыбе пофигу А вот на кораллы как-то так Кораллы его не любят Я не знаю, что там за токсин Ну и собственно еще действие Наверное, самого препарата Этого флойдворма Какой-то там, конечно, что-то есть Все равно Ну короче, я не рекомендую эту хрень Надо просто следить за количеством Питательных веществ Это фосфат в первую очередь То есть если у вас планарии размножаются хорошо Как правило, это вы спрашиваете Сколько там фосфат? Ну да, фосфат у меня там 0,30 У кого-то 0,50 Ну то есть 0,5 Ну как минимум это блин от 0,20 Вот так вот Обычно вот это Бывают, конечно же, исключения Когда человек говорит У меня фосфата нет Значит это все хуйня Я говорю, родной А у тебя грунт есть? Есть А сколько в грунте у тебя там Этого фосфата продуцируется? То, что у тебя там на поверхности Вот они как раз у тебя на поверхности Грунта и сидят Так вот Момент тот, что вот эти вот бляхи Вот эти планарии Которые сидят на кораллах Если они сидят на кораллах То значит у вас фосфата в воде уже дофига Если они у вас сидят только на грунте То есть на том месте, из которого При влиянии какой-то там Продуцируется органика То есть не обязательно фосфата Какая-то там органика Которая не питается Вот они на нем и сидят Как на субстрате Как на грядке То есть значит причина вот этого говна Всего в вашем грунте То есть грунт фонит Планарий И вода чистая, нормальная Планарий на грунте Если в воде уже все это Планарий уже везде начинает на кораллах Заползать Им пофигу где сидеть Им везде прекрасно Лишь бы просто ближе к свету И собственно получать вот это Потому что они все Заксантельные Тоже Ну я не знаю Заксантельные Короче они фотосинтетики То есть они потребляют свет Перекрывая собой Так сказать Доступ к свету коралла И коралл соответственно Надувается еще сильнее Пытаясь А их там еще больше Станутся То есть они такие конкуренты Мешают кораллу получать Солнечные ванны Мешает циклу вот этого вот Питания фотосинтетического Поэтому вы должны от них избавиться Во-первых они некрасиво выглядят Эти планарии Были по ним какие-то красненькие Там с голубой окоемочкой И флюрили Можно было заводить их Как голожаберников А так они некрасивые Поэтому пытаются от них избавиться Так вот первое что вы должны сделать Это убрать Все поступление органики В аквариум То есть перестаньте перекармливать Это обычно гниющий корм То есть это не то что рыбы там выделили Аммиак там еще чего-то Нет это обычно гниющий корм То есть вот если у вас Где-то под рифом Залежи корма В грунте это проваливается И там гниет Вот этот как раз Питательная среда Так сказать Почва для планарий Вот там они размножаются И все Вот уберите вот эту хрень Если у вас старый грунт Просто отсифоньте его нафиг Промойте весь этим Ввести с этими планариями Они легкие Они просто отмоются А песок останется И все Загрузите его туда Это они вообще не любят То есть именно Когда вы перекапываете Вот как это делают губаны Опять же Чего губаны делают Я уже говорил Они перекапывают Во-первых Планарий там Так сказать Закапывают Во-вторых Они не дают Вот этим процессам Нагнивания происходить То есть они перерыхляют И вот этот муть Вся этот корм Вылетает у вас Через фильтрацию И выбивается пенником Или там Фильтрующими мешками Понятно Да То есть убирайте Вот эту хрень То есть это говорит о том Что у вас в дисплее Конкретнейший застой То есть признак того Что появились кораллы Верни причина Это хронический застой В вашем дисплее То есть плохое течение Плохое перемешивание воды Плохой возврат Плохая вентилируемость грунта Много этих органических остатков корма Вот это все То есть не надо ничем Никого травить Просто уберите корм Эти животные Они просто сами там Сдохнут с голоду Точнее сначала Они перестанут размножаться А потом просто Те которые от старости сдохли Живут они недолго Они просто сдохнут от старости А новые не родятся То есть они не будут делиться И не будет соответственно Их больше становиться Все То есть они делением Еще раз говорю Размножаются Если им плохо Они перестают делиться Вот и все То есть вот так Вы сможете от них избавиться И не надо никого там сажать Каких-то мучаться Мандаринку я там посажу Вот блин Это не ест Надо губанов Шестиполосового Этого черта Блин посадить Страшного Которого рыб кошмарить Будет креветок Еще начнет бить Постепенно с возрастом Злая тварь Такая вообще ужасная Ищут каких-то Подбирают Каких-то тамаринов Вот этот классный Вот этот планарий есть О чем вы вообще говорите Говно убери Своего аквариума Не будет никаких планарий Не надо будет никого придумать Кто бы их ел Понятно Понятно да То есть Вентилируемость грунта Хороший проток Хорошая циркуляция Через самп То есть Нормальный Правильно организованный Морской риф И все И будет у вас все чудесно Ничего не надо будет делать Никаких там этих Иногда Настолько хорошо им Что они даже без грунта Просто на стекле Там Залепленным Полотничком Таким А сделайте туда Нормальное течение Вот на этом Место где они сидят Просто И все И ваши планарии исчезнут То есть Направьте просто туда Помпы Чтоб они Создавали там Движуху воды Хорошую И все И планарии там Не будут уже сидеть Смотришь Они где-то Передислоцировались В какое-то место В котором Недостаточно Хорошее течение Это не потому Что они просто там Типа их оттуда Сдуло Их конечно Сдует Да Скорее всего То есть Им там Не комфортно будет Но в основном Они перекочуют Куда-то в другое место Где Вот эти процессы Создания Так сказать Продуцирования Органических веществ То есть Застойные зоны Они любят Там где Конкретно Они могут Потреблять Вот эту Вот органику Которая там Гниет Где-то Что-то Вот такая фигня То есть Уберите Вот это все И Создайте так Чтобы не было Им места В вашем аквариуме И они Исчезнут Просто сами Ничего не нужно будет делать И ни с кем бороться То есть Бороться надо С плохими условиями Это та же история Вот как с этими Криптокариозами Всеми там Вельветами Ну я имею ввиду Одиневоз Там у американцев Это вельвет Вот и все Всем пока Субтитры сделал DimaTorzok